Друзья, всем добрый день. Я Николай Воробьев, директор Центра исследования Восточной Европы в Вашингтоне. Я обещал включиться сегодня и рассказать о своей личной реакции, о реакции своих американских друзей по поводу выдворения Саакашвили. Ну, что я могу сказать? Я не буду сейчас занимать никакую политическую сторону и не говорить, кто прав, кто виноват, мириться и тому подобное, потому что многих подробностей я не знаю. То, что видно из Вашингтона, это следующая ситуация. Как мы знаем, Янукович был, в принципе, довольно лояльный к Западу. Янукович нанимал лоббистов. Янукович общался, скажем так, с разными ингрессменами. Насколько мне известно, говорят, даже в 2010 году, когда он приехал в Вашингтон, он выступил и даже привез какое-то предложение якобы по ядерному безоружению. То есть, красная линия была переедена, когда Янукович посадил Тимошенко. Когда Янукович сказал, что вот у нас есть, ну, то есть, понятно, что это все было надуманное дело, понятно, что все прекрасно, Запад прекрасно понимал, что посадка Тимошенко, она является чисто политически мотивированной, а также Луценко и прочих соратников. И с тех пор отношения начали портиться. Несмотря на то, что Янукович продолжал приезжать в Вашингтон, продолжал проезжать в Брюссель, несмотря на то, что он продолжал нанимать лоббистов, и якобы, наверное, ему говорили о том, что все хорошо, Виктор Федорович, смотрите, вам улыбаются, с вами встречаются, значит, вас поддерживают. Вот отнюдь не так, потому что западная политика, она действует по-другому. Они будут улыбаться всем, они будут поддерживать всех фактически, но это ничего не будет означать. И главная красная линия для Запада, это является то, когда человек, даже их вчерашний союзник, переходит красную линию. Так было со многими, скажем так, авторитарными лидерами, со многими диктаторами, с которыми сначала был неплохой диалог и, возможно, даже какое-то сотрудничество. Но затем горшки начали биться, в первую очередь, когда это касалось наступления на свободу слова, наступления на демократию и тому подобное. Почему я считаю, что кейс Саакашвили является ключевым? Потому что, когда порохоботы на меня наезжают и говорят, что вот, при чем тут Миша, это там, я не знаю, Карлсон или кому подобное, дело вовсе не в Саакашвили. Я не знаю, насколько надо быть идиотом, чтобы не понимать, что Саакашвили является всего лишь водоразделом между прошлым и будущим. Водоразделом между Европой и Совком. Водоразделом между новым поколением и старым, прогнилым, коррумпированным, ГБшной сворой. Вот Саакашвили является вот этим вот водоразделом и, по-моему, до сих пор власть в лице президента и остальных его соратников в этот водораздел так и не могли перейти. Ну, точнее, они этот водораздел просто взяли за волосы, положили лицом в пол и увезли на частном самолете того же Петра Алексеевича в Польшу. Ну, что я могу сказать? Естественно, что американцы, они не будут публично заявлять, они не будут публично реагировать и тому подобное. Многие из них представители некоторых научных центров только высказались. Естественно, что наезд на Порошенко со стороны американцев автоматически означает наезд на Украину, потому что в нормальных странах президент представляет интересы страны, а не свои личные и своих кланов. Поэтому американцы прекрасно понимают, что если они сейчас публично выскажутся против Порошенко, то это может сказаться, ну, то есть в этом плане может сыграть Россия, это использует Кремль, в том числе в своих информповодах и тому подобное. Поэтому американцы, они ведут себя довольно сдержанно. То, что я говорю, является выжимкой из того, что я слышал в кулуарах. И в кулуарах я слышал то, что это неприемлемо. То, что Саакашвили просто и его соратников, неважно, нарушили они закон. Конечно, должно быть суд, должно быть расследование и тому подобное. Но никто ни в Украине, ни на Западе не верит в независимость украинских судов. И очень странно для американцев, в первую очередь, те люди, которые, скажем, та нация, которая становилась и которая начинала свое развитие в борьбе против монархии, против короны, когда после двух революций, после тысяч убитых в АТО, они, и мы с вами снова видим, когда один человек решает дать гражданство, и этот же человек через некоторое время передумывает в связи с какими-то своими политическими, естественными моментами, и он этого гражданства лишает. Поэтому, объективно, конечно, что реакция, она очень такая негативная, потому что эти кадры, которые облетели весь мир с камер наблюдений Сулугуни, они еще раз подтверждают, они еще раз показали оскал этой системы. Но, в отличие от времен Януковича, я скажу, что ставки на сегодняшний день, они намного больше и намного выше, потому что свержение Януковича не ассоциировалось с падениями, с какими-то угрозами для Украины. То есть все понимали, что если Янукович уйдет, придет другой президент, который там наведет порядок, либо будет строить, скажем так, европейскую страну. На самом деле сейчас для Петра Алексеевича и для его окружения, для его команды очень опасная игра начинается, потому что общество недовольно, водораздел этот также, он остается, скажем так, он остается нерешенным, этот вопрос. То есть надо понять, вы с умными, либо с красивыми, вы строите Европу, либо вы зарабатываете, вы с Западом, либо вы с РФ. То есть по каким правилам вы играете? Между этими правилами не получится играть, надо играть по чьим-то правилам. И в этой ситуации, конечно, что есть большая угроза в случае с каких-то...